Будем говорить о оппонентах Путина с Геннадием Владимировичем Гудковым, российским оппозиционным политиком. Геннадий Владимирович, приветствую вас. Да, я также приветствую вас и всех, кто нас будет слушать и видеть. Давайте начнем с уставшего Харитонова, даже я бы сказал уставшего и запуганного Харитонова. Почему он? Кто он такой? Почему сейчас он? Почему не Зюганов? Почему так? Ну, КПРФ время от времени меняет, там лошадей на переправе, ну то есть одних клячь на других, так уж давайте по-честному скажем, вот, я уже не помню, они, по-моему, Харитонова уже раз выдвигали, они выдвигали Грудинина, они иногда, так сказать, чтобы Зюганов не проедался уж там совсем, не вызывал отрыжку, и он боится Зюганова сейчас уже, что он наберет второе место, и поэтому он уже, вот, пытается таким образом уйти от неизбежного, от возможного поражения, то есть, типа, это не я не занял второе место, это не занял Харитонов. У него такая тактика, это я очень четко вижу, то есть, как бы, так сказать, не потому, что вот за коммунистов народ перестал голосовать, так называемых коммунистов, хотя там нет неких коммунистов, есть одна партия войны, разные, так сказать, отпочковавшиеся ветки от этой партии войны, ну, просто Зюганов решил не рисковать в этот раз, а сколько наберет там Харитонов, уже никакого значения не имеет, сколько, вернее, ему нарисует, и сколько ему позволит показать, так сказать, своим, так называемым, избирателям, и прочим, 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 ну, вообще, все это фарс, все это фарс, я Харитонов-то знаю не понаслышке давно, много лет, знаете, то, что я сейчас вижу на экране, какое-то жалкое, убогое подобие того Харитонова, который я знал, он, вообще-то, мужик с хорошим чувством юмора, раньше был хороший очень футболист такой, заполошный, с удовольствием всегда выходил на поле в любом, когда, в любой ситуации, и, вообще, он так был яркий, довольно мужик, вот, но вот эти годы прислуживания власти, сговора с властью, контракта с властью, консенсуса с властью, сделали из него то, что мы сейчас видели на экране, а чем вы лучше, да, я, наверное, не лучше, это люди решат, а чем вы будете, так сказать, отличаться от Путина, да хрен ее знает, надо людей любить, но, опять-таки, то есть, это вот говорит оппонент Путина, Путина-преступника, Путина-преступника, Путина, значит, разжигателя войны, Путина-преступника, разыскивающего мирового сообщества, мирового изгоя, человеком, угрожающему, человека, угрожающему миру ядерные катастрофы и так далее и тому подобное, то есть, это вот что такое, это называется критика, я люблю людей, 30 лет меня избирали, сдуру, а теперь вот я еще буду имитировать, так сказать, там, так называемый выбор, который сами по себе преступный, с самого первого начала и до конца, это абсолютно преступный выбор, поэтому, когда он там, я вижу вот эти вот, я понимаю, что там происходит, и насколько они все деградировали как личности, и Хритонов, и Зюганов, и прочее, 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 тому и у Зюганов, и у Хритонов довольно славная биография, знаете как, я все время вспоминаю, у меня выскочила из головы, я все время забываю фамилию этого норвежского писателя, который был гордостью нацией, он получил Нобелевскую премию, по-моему, единственный норвежский писатель, и нацией его упрекал, он был кумиром нации, а потом об него стали вытерять ноги, и вся главная претензия, зачем он прожил лишние 20 лет в сотрудничестве с Гитлером, вот теперь они его там растоптали в его память, потому что он сотрудничал последние свои годы жизни, там полтора десятилетия с Гитлером, чем самым он, в общем-то, ну, можно сказать, зачеркнул-перчеркнул все то хорошее, что он сделал для страны. Вот Зюганов, Хритонов, и ниже с ними, они сотрудничают с Гитлером, новым Гитлером, и поэтому никакой светлой памяти, никакого там уважения к биографии к прежним заслугам нет больше и быть не может. И то, что они там жалко блеют на инокамеру, это лишний раз, насколько они деградировали, как личность, все, просто о них надо забыть. Причем они опозорились на всю жизнь, ничего теперь не произойдет в их жизни того, чем бы там их там предки или там их там прочие-прочие могли бы гордиться. То есть они уничтожили себя сотрудничеством с фашистским режимом, вот и все. Поэтому чем там Хритонов? Такой же Слуцкий, такой же сейчас, кто там еще будет? Да любой сейчас, кто пойдет, будет вынужден, так сказать, петь дифирам в этом фашистском режиме. Надо на этом поставить крест, точку, все, никаких выборов в России нет. Единственная тактика и стратегия – это добиваться от мира непризнания их итогов. Никакого иного варианта, никакой иной стратегии, никакого иных, так сказать, просто возможностей не существует. И вот в этой тактике непризнания выборов мы должны использовать все возможные методы, все возможные коалиции, все возможные пути объединения, формирования усилий, направленных на эту общую цель. Вот и все. А все остальное надо забыть. Все эти фамилии, там Дунцова, не Дунцова. Но поиграли в кандидата, даже игра еще не началась, его уже нет. А многие там воодушевились, воспламенились. Видела там товарищи, которые бежали впереди поезд, размахивая, так сказать, флажками, и говорили, все, у нас появился кандидат, давайте мы там доверчивые лица, мы там такие-сякие, мы там поможем, соберем и прочее. Хватит все это иллюзиями себя тешить. Хватит иллюзий. Нужно же в каком-то моменте сказать стоп, просто сказать стоп, а не размахивать такими там этими белыми ленточками и белыми шариками. Да-да, Кнут Гамсон зовут того писателя норвежского, действительно они серьезно пересмотрели его достижения. Скажите, а зачем тогда в принципе парламентские партии кого-то выдвигают? Ну если все понятно, это что, Кириенко или кто там за это отвечает в администрации? Я вам расскажу, как существует в России парламентская партия. Я думаю, что украинскому зрителю это будет интересно. Парламентские партии существовали еще в какой-то степени до 11-го, 12-го года. А потом их банально купили. Объясняю на пальцах. Вот я, например, стал жертвой этого подкупа, когда руководство Справедливой России, Миронов и же товарищи продали, так сказать, все оппозиционно за хорошие деньги. На пальцах объясняю, как это было. Когда-то давно политические партии за один набранный гол, чтобы компенсировать свои затраты на политическую деятельность, получали из бюджета 6 рублей. А когда Единая Россия в 11-м году реально проиграла выборы, пошли массовые протесты и так далее, и была определенная обстановка, накануне президентского, президент пригласил всех вот этих парламентских лидеров в Крем и сказал, ребята, избавляйтесь от улицы, не ходите на какие-то протесты, ничего не поддерживайте, избавляйтесь от смутьянов, которые помогают уличным протестам, а мы вам будем платить там в 6 раз больше. Или в 7, я уж не помню. Прямо сразу. То есть, грубо говоря, они получали 100 миллионов рублей, ну условно я там просто говорю, а стали получать там 600-700 миллионов. И все лидеры партии продали, продали Кремлю с потрохами, просто с потрохами. Все они куплены, все они по большому счету абсолютно беспринципные. Все, что там сидит, они давно все продали, всю свою оппозиционность, все прочее, прочее, прочее. Это произошло в 12-м году. Когда там вдруг вернувшись в совещание в Кремле, там руководитель отправили в России Миронов и его серый кардинал Левичев, начали там готовить революцию на съезде, чтобы изгнать всех тех, за кого, собственно говоря, ради кого за эту партию и голосовали в 11-м году. Всех изгнали. Остались только послушные, немые и какие-то, так сказать, морально убогие коллеги. Ну почти, там, за редким, крайне редким исключением. Все остальные были вынуждены природиться. Вон, посмотрите, Дропех, во что себя превратила. Елена Дропех, известная актриса, героиня, так сказать, ну, я имею в виду героиня по своему образу, да и вообще, так сказать. А теперь посмотрите, посмотрите, что из Мизульной вышло. Ну и так далее, там можно сейчас брать фамилии и говорить о какой вот этой полной моральной, нравственной, человеческой деградации этих личностей. Вот, так что, можно сказать, все сотрудничают с Гитлером, ну, с Путлером, хоть как хотите, Путлер, Гитлер, в общем, не имеет никакого значения, потому что режим кровавый, фашистский, развязавший военную катастрофу и действующий методами геноцида и, значит, тяжких, самых тяжких военных преступлений. Геннадий Владимирович, в этой связи 15-17 марта будущего года будут так называемые выборы. Ваш совет, что делать россиянам, которые внутри России и тем россиянам, которые за ее пределами? Тем россиянам, которые за ее пределами вести пропагандистско-разъяснительную работу среди западного сообщества, чтобы никто и не посмел даже подумать о признании выборов и их итогов и Путина в качестве легитимного лидера. Что касается россиян, которые живут в стране, совершенно точно я их никуда не буду призывать ни на какие акции, потому что это слишком опрометчиво с моей стороны было бы. Я все-таки как-никак там защищен, находясь за рубежом, в какой-то степени. Они ничем защищены. Но то, что они... Я считаю, что в этих условиях, если мы не придумываем какой-то флешмоб, если мы не придумываем какую-то ситуацию, которая портит картинку от выборов, а у нас для этого создана рабочая группа Берлинской конференции, то, в общем-то, выбор надо игнорировать. Потому что вот если нельзя навредить, то надо игнорировать. Если можно навредить и этим самым испортить картину, это надо делать. Но пока у нас нет общего решения по... Ну, там было предложение, например, хорошее, которое мне лично нравится. Это полдень против Путина. Ну, условно говоря, когда люди к определенному времени, не обязательно полдень, не знаю, там, в 4 часа, они, может, там, в 3 часа будут выходить, те, кто против Путина, придут к избирательному участку, создадут толпу, очередь, чтобы люди видели, что в этот момент пришли люди, которые против Путина, а не за Путина. То есть этот протест сейчас, он не может быть активным. Мы не можем призывать людей к активным протестам, потому что это подставлять людей, мы их не можем ни защитить, ни спасти в этот момент, к сожалению, от этого огромного, жестокого, беспощадного, злобного, мстительного, репрессивного аппарата. Ну, вот что-то вот будет между флешмобом и бойкотом. Я думаю, что примерно так нужно относиться. Это выбор преступный. Им надо относиться как к преступлению. К преступлению против Конституции, к преступлению против России, к преступлению против народа, к преступлению против Украины, и вообще к преступлению против всех норм международного права. Это преступные выборы. Они никогда не были таким преступлением. Всегда совершались преступления, но степень этой преступности была разной. Сейчас сверхконцентрация преступлений, которые будут совершаться на этих выборах. Поэтому принимать участие, извините, только если в качестве какого-то действия, которое покажет тщетность усилий Путина подмять под себя весь народ и всю Россию. А так нет. Я, например, считаю, что надо какую-то отсечку. Есть такой момент, какая должна быть отсечка. До этого момента еще что-то можно было. Была манипулятивная демократия, была суверенная и сувенирная демократия, дискриминационная демократия. Но все-таки какие-то возможности были. Кто-то кое-где у нас порой что-то мог сделать. Сейчас ноль. Ну что будет говорить любой оппонент Путина? Он должен поддерживать войну. Он не может. Даже, предположим, человек приличный попадется. Предположим. Сказать, что война войной называется, не может. Озвучить цифры потерь и ответственность за это кровавого вождя, так называемого, который сидит в Кремле, он не может. Критиковать он не может, потому что это оскорбление власти. Это он не может, потому что это фейки. Это он не может, потому что это запрещено и так далее и тому подобное. А с чем ты, парень, идешь? А ради чего? Ну да, и не пустят, если даже кто-то попробует там что-то критиковать. Не пустят ни одного маломальского смелого человека, который способен высказывать критику. Конечно, никого не пустят. Они у нас есть тогда напали на Павла Николаевича Грудинина. Яркий человек, талантливый, руководитель хозяйства. Я его хорошо знаю много лет. Но они, видите, даже сами коммунисты боятся выдвигать Грудинина. Сами коммунисты начали его топить. Они первые начали его топить, заставлять его говорить всякую хрень собачью, чтобы только снизить его рейтинг. И то он начал набирать, начал набирать. И потом ему за то, что он начал набирать, на фоне этого блеклого Путина, который никогда никаких дебаток ни в одних не участвовал, потому что он не умеет в них участвовать. И на этом фоне его рейтинг стал стремительно настиг. И за это они начали мстить. За то, что они его сами попросили участвовать, он начал набирать рейтинг. И за это они ему страшные силы мстят до сих пор. И совхоз его этот разрушили имени Ленина, так называемый, там, в ближнем Подмосковье. И деньги отняли, с семьей поссорили, много чего сделали. Мстили ему за то, что вот неповадно было, какая-то фигура. Ну, он не пошел уж, я извиняюсь за решение, в зарубу с властью. С ним разговаривали на эту тему, потому что если бы он пошел в зарубу, то была бы фигура, которая могла бы действительно повести народ в правильном направлении. Но он не рискнул. Да, не решился. Геннадий Владимирович, в заключении хочу вас спросить об идее, которую выдвигает Илья Пономарев, о проведении неких альтернативных выборов. Ну, вот сделать какие-то другие выборы. Вот можно ли это сделать? Нужно ли это делать? Это можно и нужно было сделать, я предлагал это еще летом. Но, понимаете, вот если действительно это все делать по-настоящему, то я предлагал сделать такую серьезную платформу, построенную на принципе вот этой блокчейновской схемы, чтобы невозможно было там ничего вскрыть и ничего разрушить, и ничего, так сказать, скачать. Но для этого потребовались большие ресурсы, а потом некоторые наши товарищи сомневались, а удаст ли нам общими усилиями, ну, скажем, большое число людей привлечь к этой платформе и получить на вменяемые результаты, ну, хотя бы по массовости голосования. Были сомнения? Я, например, не стал спорить, и, наверное, мы упустили этот момент, можно было попробовать сделать альтернативное голосование. Даже если бы у нас не было единого кандидата, там была одна кандидатура, вокруг которой могла бы объединяться оппозиция, но он не смог, не захотел, не рискнул. А так как такого другого больше кандидата у нас не было, можно было просто организовать альтернативное голосование, типа против Путина, за мир, да, против войны, за мир. Но не рискнули, упущен момент, это долго нужно было делать, тестировать эту программу, привлекать лучших компьютерщиков, создавать коалицию оппозиционных СМИ, которая бы организовала голосование через свои возможности, через своих подписчиков, предположим, и так далее. Но довольно сложная была схема, не решились наши коллеги многие, в силу сложности, и как вот сочли, что были же утечки. Ну, типа, кто нам сейчас вот как вот не будет, и вот утечки, люди могут испугаться, мы не получим массового голосования. То есть были такие опасения. Сейчас вот то, что говорит Илья Пономарев, оно по идее-то правильно, и я об этом говорил там полгода назад, просто уже нет такого времени реального организовать эту кампанию с безопасным голосованием. Вот просто технически это уже невыполнимо. Мне кажется, отказываться от этой идеи все-таки не следует. Давайте держать ее в голове и в планах, Геннадий Владимирович, мало ли? Ее нельзя держать в голове в планах, и нужно по ней работать со страшной силой каждый день по 24 часа. Тогда что-то может быть. Потому что создать такую платформу, оттестировать ее, посмотреть, убрать неизвимые моменты, эту платформу привязать к существующим медиа, обеспечить там какие-то входные и выходные коды, чтобы люди получали, которые, допустим, пошлют какой-то сигнальчик, что они готовы с такого-то IP-адреса. То есть там целая серьезная должна быть работа, в том числе по безопасности граждан. Я думаю, что технически это уже сейчас невозможно сделать в такой короткий период. Давайте не будем, конечно, списывать саму идею со счетов. Но вот я просто сразу, потому что так как я этим интересовался и предлагал, разговаривал со специалистами, они, конечно, сказали, что это технически возможно, но это большая, тяжелая, серьезная и требующая больших ресурсов работы. Что ж, спасибо вам большое, Геннадий Владимирович. Будем следить за тем, как фейковые оппоненты оппонируют Путину на фейковых выборах. И всегда благодарны вам за готовность включиться и объяснить тайны этой Византии, в которую абсолютно превратилась сейчас российская политика. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, был гостем этой части эфира. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.